всех приветствую дорогие друзья собрал я водичку и решил записать видео о том из каких компонентов она теперь состоит и как я ее построил и получил ли я то что хотел но во первых пара дисклаймеров а я в системе вводя на коварюсь уже достаточно давно поэтому у меня есть компоненты которые куплены лет пять назад и если бы я сейчас покупал систему может быть я бы некоторые компоненты заменил однако это не отрицает того факта что компоненты качественные и по большому счету всем меня устраивающие но как вы знаете постоянно хочется содержать систему в модном состоянии а у меня уже колба предыдущего поколения и топ на процент на помпе уже старый достаточно и радиатор уже первой ревизии когда в продаже находится вторая ревизия однако все эти компоненты очень качественные и я вам естественно расскажу что это за компоненты и 2 диск лайнер почему у меня видео находится не в контуре все очень просто они достаточно старые эти видеокарты это две шестьсот семидесятки и когда их покупал я еще тогда был не совсем дружен с лишними финансами то есть на карты мне хватило а вот на full кавер и это уже так авось когда-нибудь купится и так я ждал 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 в итоге получилось то что ставить на них воду уже не рентабельно потому что цена карты на был рынке равна full каверу то есть full кавер стоит 100 долларов и карта на был рынке где-то тоже стоит 100 долларов поэтому когда я обновлю под систему видео естественно к новой видеокарте я куплю full кавер тут же и уже до соберу воду и все будет по фэншую ну а сейчас вода собрана для того чтоб остужать горячий нрав 58 20 кей вы скажете док ты же очень много видео снимал и везде было не было видна водянка стояли какие-то корсар h110 стоял воздух стоял и башни с уч чем я покупал воду изначально на 1366 это были горячие процессоры потом поменял платформу на 211 у меня стоял 38 20 кей и вот он был совершенно холоднейший то есть четыре с половиной гигагерца то есть включенные ht и все это остужал прекрасно прекрасно остужал кулер башен от компании залман очень дешевые модели перформа все этого хватало с головой но купил 4к камеру понадобился рендер понадобился мощный 6 ядерный процессор я его купил и охренел от того какой он горячий и мне тут же в голову пришла мысль о том что пора бы снова воссоздать св-о контр который детали на которые у меня лежали появились в общем-то я докупил новую фулл кавер вернее не фулл кавера водоблок на процессор купировал шланги купил вертушки на мору все это собрал и в общем то говоря давайте я сразу же отчитаюсь о том какие температуры я на выходе получил вы видите видели мой наверняка обзор на корсар h110 также я тестировал башенный кулер от компании айсхаммер по моему 4800 и вы знаете что тогда у меня стоял разгон 4 200 на вольтаже 125 и на корсаре у меня самое горячее ядро в линекс 065 с библиотеками avx2 дошло до 95 градусов а айсхаммер вообще ушел в троттлинг тут как я все собрал тут же прогнал основа этот линекс и получил на самом горячем ядре с теми же самыми настройками 79 градусов обрадовался я думал сейчас возьму за четыре с половиной гигагерца но не тут то было процессор оказался достаточно горячий достаточно много требующий в плане вольтажа он конечно не говно но и образцовый идеальный тоже не тянет остановился я на стабильных 4 и 4 гигагерца на вольтаже 135 с куличеным гипер трэдлингом и по самому горячему ядру в линексе на этой воде у меня температура доходит до 90 градусов скажите вы что линпак это дело такое обычно греет процессор и не совсем отражает общую стабильность системы я ради интереса поставил четыре с половиной гигагерца и она вполне себе хорошо рубилась и в играх долго там по 2-3 часа ведьмачка и в рендере видео но что-то внутри гложило меня и оставил эти четыре с 44 гигагерца с включенным и чти на постоянку ну по большому счету эти 100 гигагерц мегагерц вернее выигрыша особо никакого не дают однако если что не так спустя там полтора часа рендеринга если он вылетит в синий экран это будет не очень хорошо поэтому вот такие вот дела то что я хотел по большому счету я получил вот видите индикатор пост кодов он при загрузке показывает состояние системы но когда все прогрузилась он переходит в режим мониторинга температуры процессора сейчас 44 градуса у него температура и даже в самых мощных приложениях типа рендеринга или играх температурой общее не доходит выше 55 56 градусов вот такие вот дела ребята система в общем то держит процессор в холоде еще бы поставить воду на видеокарты ну ладно переходим естественно к тому с чего мы начали и ради чего мы сегодня здесь собрались система svo она у меня построена на компонентах таких как процессорный водоблок представлен компании и кей суприма си его это славянская компания которая занимается уже достаточно давно железками для воды и этот блок является одним из самых хороших сейчас на рынке по соотношению производительность flow rate я уже это третий мой скажем так водоблок на процессор от этой компании и у меня вечно с ними что-то не ладилось то покрытие то никелировку у меня от того что я перекапал биоцеда облазила и тут я решил все хватит с меня я купил водоблок с ацеталевым полимерным топом и необработанный скажем так в плане всяких никелировок медью на основании то есть это очень такой непритязательный в плане эксплуатации водоблоков очень сложно будет убить ну и общий черный цвет системы черный топ выглядит конечно очень и очень симпатично вот эти вот фитинги о которых у меня было отдельное видео это компания энзотек по моему их всего 8 штучек диаметром внутренним 13 внешним 19 шланги от компании примочил купленные в оверхарде тоже 13 19 у них диаметр достаточно толстые как вы видите глянцевые черные и неплохо очень подходят для этой темной системы колба это то же самое что расширительный бачок она может быть не расширительный бачок может быть нескольких форматов 525 отсек но мне нравится вот такая вот колба как вы видите внутри значок и кей что это такое это антициклон дело в том что из-за цилиндрической формы большого потока который входит в колбу сбоку может возникнуть завихрение и тогда это завихрение будет распространяться становится все сильнее и центральный участок безводный воздушный из-за того что это завихрение такая воронка воздух может начать просачиваться в шланг который ведет к помпе и это для сам на самом деле для помпы не очень хорошо поэтому такая вот заслоночка она не дает в системе появится за вихрением и это очень и очень хорошо нужен ли расширительный бачок я видел системы и без него однако а вода испаряется даже если у вас все отлично завинчено дело в том что всегда существуют микропоры через которые потихоньку потихоньку пар воздух травит поэтому водичка спустя энное количество времени будет уменьшаться и дабы этого избежать также обеспечить плавность и удобность заправки контура присутствуют вот такие вот расширительные бачки где всегда нас присутствует водичка которая по большому счету для контура лишняя однако она является тем резервом который постоянно восполняет ту самую влагу которая каким-то образом через все эти микро щели проникает испаряется в общем-то говоря служит классный по назначению и по эстетической составляющей частью контура далее у меня помпа ddc от компании line на ней топ от компании опять же и кей модели x-top v2 для особо таких базла ищих почему-то собрал контур не на d5 вот пожалуйста мотора d5 может быть когда-нибудь я повешу контур вместо ddc на d5 но пока он у меня просто в виде мотора так лежит на всякий случай с этой стороны у меня находится мора по они будет вторая такая часть видео где я тоже проговорю какие-то вертушки и так далее и тому подобное вода на ходе идет по часовой стрелке то есть из радиатора холодненькая водичка попадает на процессорный водоблок здесь все омывается тепленькая водичка идет в расширительный бачок далее за счет большой массы воды и прямого падения на ротор помпы по этому шлангу водичка попадает в помпу помпа здесь раскручена и уже толкает воду на выход из компьютера снова в радиатор для того чтобы эту горячую воду потому что горячая вода вот попала в расширительный бачок попала помпу вышла из компьютера пошла в радиатор остужаться вот такой вот небольшой незамысловатый цикл спросите меня люди почему ты не снял видео о сборе этой системы вы знаете дело в том что по большому счету снимать нечего единственная самая сложная вещь которая может приключиться это сбор Скажем так, видеокарты и присоединение к ней фулл кавера Все остальное это просто как детский компьютер Крепление привинтил Привинтил водоблок Поставил сюда, где нужна, вы знаете, вот эта вот помпа с топом Все расположил, наметил места, где все это будет находиться Далее привинтил одну часть фитинга во все отверстия И самое сложное, помимо того, что натянуть, скажем так, фулл кавер на видео Это нарезать правильно шланги Как вы видите, у меня они нарезаны не очень грамотно Если здесь еще не щеток, то вот здесь я хотел, чтобы получилась исключительно прямая линия Но дело в том, что помпу нужно немного повернуть Потому что шланг толстый и достаточно упругий И ему вот такую вот петлю сделать достаточно проблематично Поэтому она повернута, а угол упирается в корзину под винты И поэтому не получается исключительно прямой такой вот линии Но и меня это, как говорится, не беспокоит Нарезаете шланги Все остальное очень просто Одеваете гайки на каждый, скажем так, конец отрезка шланга И начинаете ввинчивать Перед этим у каждого фитинга проверили уплотнительное кольцо Проверили здесь уплотнительные кольца Все хорошо, собираем систему Завинчиваем, не нужно перенапрягаться Не нужно ввинчивать с каким-то диким усилием Все очень просто Достаточно напряжения, достаточно силы в вашей руке То есть здесь контур завернуты все, скажем, фитинги компрессионные Исключительно руками Без каких-либо ключей И все функционирует, никаких протечек Поэтому, как говорится, не так страшен черт, как его малюет Единственное, что новичкам я бы посоветовал после сбора системы Все вот эти, знаете, сочленения обмотать туалетной бумагой И запускать компьютер очень осторожно Почему? Потому что, как бы вы ни закручивали, всегда везде может присутствовать брак Что-то треснуло, изначально фитинг не очень хорошей фирмы Или бракованный попался Все может быть Поэтому, как только увидели влагу на туалетной бумаге какой-нибудь Там обмотали бумажным полотенцем Все, контур вырубаем Вот эти главные советы, которые здесь можно дать Все остальное очень-очень просто Главное следовать инструкции и соблюдать основные правила А правило здесь, по большому счету, лишь одно Вы можете где угодно расположить радиаторы Но самое главное Перед помпой обязательно должен быть расширительный бачок И водичка должна попадать на ротор сверху Помпа может находиться боком Помпа может находиться мотором крыльчаткой вверх Но помпа никогда не должна находиться крыльчаткой вниз Поэтому это запомните Это, наверное, самые два главные правила в сборе СВО В целом, компоненты мне очень и очень нравятся Колба представлена, опять же, компанией EK Предыдущее уже поколение серия MultiRes Это MultiRes X2 на 250 мл Кто-то мне говорил, что они могут от натяжения лопнуть Но она уже существует у меня достаточно давно Нигде не течет Множество различных портов Для которых вы можете сюда воткнуть шланг Сюда воткнуть шланг Выход из процессора наверх И обеспечить такое журчание ручейка Потому что водичка будет падать сверху В общем, сделайте все так, как хотите Эта серия, скажем так, колб Я считаю, по-моему, одна из самых лучших в мире Дарья, помпа LionG DDC Много споров о том, какие у нее характеристики По сравнению с LionG D5 D5 имеет больший поток DDC имеет меньше поток Но при этом напор, скажем так, у DDC больше Чем у D5 Но за счет того, что D5 имеет больший поток В плане литров в час Да, ощущение того, что литр Она может в идеальной системе выдавать По-моему, 1300 литров А в контуре тут же падает до 700, 500 и так далее И тому подобное DDC обладает изначально достаточно Маленькой продуктивностью Зато высотой столба То есть продавливающей характеристикой Более лучшей Но в конечном итоге В контуре Это как-то все нивелируется И получается так, что Скорость-то от 1300 У D5 падает, падает, падает Но в какой-то момент она все равно Сохраняет эти показатели больше Чем у более прожимной DDC Вот такие вот дела Если бы у меня было, скажем так Несколько фулл каверов на карту Плюс еще охлаждение VRM Несколько радиаторов Я бы купил большой топ Для двух помп Скорее всего, это были бы две DDC Для чего? Для того, чтобы обеспечить более Приемлемые прожимные качества Потому что чем больше резистивность То есть нагрузка Не нагрузка, а сопротивление То есть Вся эта водичка А я здесь напомню 1 литр 800 мл Она находится в контуре И помпе надо проталкивать Весь этот объем И чем больше Резистивность контура Сопротивления Тем сложнее Толкнуть воду Дальше По шлангам И вот Поставив две помпы Можно обеспечить Эту самую Хорошую продуктивность Вот Вот такие вот здесь дела Я думаю Надо посмотреть еще радиатор И закончить на этом Не пугайтесь Это не радиатор От КамАЗа Что это такое? Это мой внешний радиатор Для системы водного охлаждения Мора 360LT Это 9-ти секционный радиатор Для кулеров Диаметром 120 мм Есть еще По-моему Мора 320 ЛТ и ПРО Чем у них отличия ЛТ Кулеры Вентиляторы Можно расположить Только с одной стороны В ПРО версии С двух сторон 360 Это как если бы сложили 120 120 120 360 60 бы получилось А если По такой же логике Ориентироваться То Мора 3 420 Это для 9-ти 140 Миллиметровых Вертушек Но это просто Монструозная Конструкция Просто что-то С чем-то Итак Это достаточно Толстый Радиатор Он 9-ти секционный Но здесь Есть такая фишка Здесь трубки расположены Непоследовательно Они идут Скажем так Тремя блоками Раз Два Три И получается Что поток Здесь Не Весь Радиатор Проходит А он как бы Делится на три части И идет От начала Скажем так До конца В трех Разных Блоках Вот такие вот Дела Поэтому Это не совсем Честные Девять секций Однако Все очень Очень Недурно Также по сравнению С Морой второй Вы наверное Видите За Включенными Вертушками Блестящее Оребрение Дело в том Что Мора вторая Она была Достаточно Плотная Для Продувания Вертушками Здесь Оребрение Очень И очень Широкое Для Вообще Радиаторов СВО И изначально Оно Этот радиатор Рассчитывался Для Тихоходных Вертушек Очень большое Расстояние Между Ламелями Так по моему Они называются Вот эти вот Грани Пластин Охлаждения Между тепловыми Трубками Вернее Как Здесь просто Ламели Находятся А их Пронизывают Тепловые Трубки И Передают Эти тепловые Трубки Тепло Для рассеивания Собственно Говоря Вот этими Алюминиевыми Пластинами То есть Этот радиатор В принципе Можно использовать На вертушках 600-800 Оборотов Я Его брал По той Простой Причине Что я Не хотел Морачиться С множеством Различных Радиаторов Не хотел Я просто Хотел Сделать Один Контур Нераздельный И чтобы На этом Контуре Висели И видеокарты И процессор И это все Охлаждал Один радиатор Поэтому Эти 9 секций Обладают Каким-то Диким Теплорассеивающим Свойством И их Хватит На охлаждение Как процессора Так и Видеокарт Какие здесь Вертушки Использованы Но честно Я не буду Их сейчас Останавливать Чтобы показать Вам крыльчатку Самое важное Что они Крутятся И что здесь За вертушки Здесь EK Тоже опять же Компания Словенская Модель Vardar 120 миллиметров На 1450 Оборотов Они Чем-то Повторяют Скажем так Знаете Какие Кулеры Вертушки Вернее От компании SKIF Модели Gentle Typhoon Но Gentle Typhoon Снят Из производства И они До сих пор Считаются Одними Из лучших В плане Того Чтобы обеспечить Низкий уровень Шума И достаточно Хороший Поток И пробивную Силу Потому что Для радиаторов Не моры А вот таких Вот знаете Трехсекционных Двухсекционных Где Ламели Находятся Не параллельно Друг к другу А они Как бы Между тепловых Трубок Вот так Вот Натянуты Вот там Нужны Кулеры Которые Хорошо Хорошо Продувают Весь этот Радиатор Каждый Вентилятор Подключен К Молексу Здесь есть Разветвитель Плюс Ко всему Они Четырехпиновые И идет Маленький Проводок На материнскую Плату У меня Настроен Профиль Управления То есть Питание Они получают От Молекса От блока Питания Никаких Здесь нету Панелей Управления На Передней Панели Компьютера И за счет ПМВ сигнала Подаваемого С материнки Я могу Заставить Их Вертиться Вертеться От Пятиста Шестидесяти Оборотов До Тысяча Четырехсот Пятидесят То есть Сейчас у меня Принудительно Выставлено В районе Одной тысячи Оборотов Это оптимальное Значение Единственное Когда они Выкрутятся На полную Мощность Это При температурах Выше Восьмидесяти Пяти градусов Они Включат Турбо режим Скажем так И будут Крутиться На частоте Оборотов Тысяча Четыреста Пятьдесят Этого Хватит Просто За глаза В целом Окулера Этих Можно сказать Исключительно Положительные Вещи На тысяче Оборотах Очень тихие На Девятиста Их вообще Не слышно Хороший Пластик Выглядит Классно В общем то Я ими доволен И этой системой В принципе Тоже доволен Единственное У нее Минус Какой Ей нужны Или вот такие Подставочки Или найти Подставку На стене Или купить Специальную Подставку Вернее Крепление На боковую Стенку Корпуса Ну и плюс Ко всему Место Этому Радиатору Нужно Много 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 Места Это наверное Его единственный Минус В остальном Он Исключительно Плюсовой На тихоходных Вертушках Отлично Работает Отлично Отдает Тепло Производительный Классный Ну и Вау Эффект У большинства Тех Кто видит Этот радиатор Просто Зашкаливает Вот такие Вот дела Народ Всем спасибо За Внимание Пока Пока Субтитры